Так, сегодня у нас затмение. Конечно, выглядит не как-то эпично. Частичное затмение еще и с рук. Но все, на что возможно сделать техникой, это получается я надел МД-шку. МД-шка плюс... что у меня тут еще? Две МД-шки. М2000 и МД-8. Сейчас добавим цифрового зума. Так, добавил цифровой зум. Теперь задача в этом найти хоть как-то это Солнце-Луну. Короче, так оно через тройной цифровой зум идет. Можем будет попытаться сфокусироваться. Раз, фокус. Раз, фокус. Мне кажется, вот фокус нормально вышел. Так, ну вот она основная фаза. Получается, сейчас уже будет затмение. Не знаю, где как точно. Ну, короче, прикольно смотрится. Но на улице яркость солнца особо не поменялась. Хотя, ну вот как-то так закрыто. Ну, яркость солнца на улице, ну, мне кажется, вообще не изменилась. От слова вообще совсем. Как было яркое, непонятно что на экране, все и на небе. Так оно и остается. Солнце через 18-400. Да, все-таки мне кажется, что оно не в фокусе у меня. Мне кажется, вот так в фокусе, наверное, все-таки. Ну, пробуйте, не знаю, что получится. Таковых тоже можно использовать и фильтры. Нет, все-таки фокус куда-то у меня уходит. Оно двоится. По краям. Ну-ка, если я выдержку еще подкручу, оно что-то побольше. Ну, вот как-то так оно выходит. Оно прям закроется до конца? Не-не-не-не, оно где-то как серпом побудет некоторое время, потом уйдет. Кольцевого либо полного затмения не будет. А потом опять будет шире, да? А потом опять луна уйдет, и все. Ну, короче, вот такое вот затмение. Мне кажется, что я вообще фокус не попадаю. Почему не попробую? Хотя можно попробовать, конечно. Опа. В случае для них фотоаппарата вот этот фокус есть. Вот так вот оно выглядит. Два сверхдалеко удаленных объекта. Ну, вот можно, кто в экран фотоаппарата посмотрит, видно, как оно выглядит вблизи. О! Можно сфотографировать? А ты фоточки делаешь, Саша? Да. А ты пришлешь? Ну, во ВКонтакте, на Ютубе будет видео выложено. Короче, вроде бы это уже пик прошел, не прошел. Что-то он знает. Короче, как-то так оно выглядит. Саш, держи. Да, можете еще посмотреть. Да, там еще мои лапки были. Я его не протирал, поэтому... Поэтому дал его на убой. Тоже на убой-то жалко. Ну, потом дома протру, вытру. Ну, там есть свои закорючки. Саня, тебе подойди, поставь. Да, да, да. Ну, что сфотографировать? Мое. Ну, можете дать людям, если кому интересно еще пострить. Короче, вот такое какое-то затмение. Солнышко превратилось в серп. Но, к сожалению, если не накрывать фильтром, то в реальности разницы нет никакой. Совсем никакой нет разницы. В реальности. Сейчас он пытается снять фильтр. Типа стимуляция реальности будет. Так, ну, вот это вот у нас, что видно, без стеклышка. Сейчас стеклышко прикроем. Ну, че. Фокус шалит. Вот, без стеклышка она. Таких выводишь, как ничего не видно. Со стеклышком вот. А без стеклышка уже пересвет. Короче, стеклышко нужно. Без стеклышка никак нельзя. Короче, какие-то вот такие особенности. Это затмение, что вон там видны, кстати, строения. Улица. Но без стеклышка затмение не снять. Да, заканчивается. А как-то Луна идет по своему маршруту, Солнце по-своему. И чудо, что они эти встретились. Ну, короче, стеклышко нужно. Да, смотри. Снимаем последние кадры на сегодня данного затмения. И, наверное, все. Какое-то вот такое затмение вышло. Два ND-шника 2008 были использованы. Как бы сказать, эксперименты с камерами нам не очень нужны. Ну, вот такое вот затмение. Так, снял фильтр ND-8. Остался только ND-2000. Но уже по глазам бьет невозможно. Конечно, да, с одним фильтром можно лучше добиться резкости. Но уже слишком яркое получается. То есть, нужно, наверное, ND-4000 или больше фильтр. Короче, два фильтра нужно, а один можно и глаза спалить, и матрица живет. Ну, что ж, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.